И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Олег Алабгудвин и сейчас мы проводим тренинг по мануальной терапии и давайте рассмотрим такой момент диагностика и тест шейного отдела, пока, например, человек лежит у нас, шейно-грудного перехода даже, так скажем, пока человек лежит у нас лицом вниз на столе, ну, во-первых, можно прощупать шею вот отсюда, да, пока вот он уже лежит, мы ее размяли, мышцы размягчили, щупаем, что остистые отростки, соответственно, остистые отростки надо сравнивать как минимум с одним сегментом сверху и снизу над ним, как мы помним, да, сегмент это вот два позвонка и между ними диск позвоночный, потому что по одному отростку вы не поймете, куда он повернут, да, обязательно смотрите как минимум один-два сверху-снизу, то есть вот такую грядочку, да, обязательно прощупываем. Щупаем мы что? Соответственно, либо их ротация, я не знаю, видно тогда, да, вот, например, чуть-чуть ротирован влево, вот тоже влево, атлант тоже влево, ну, чтобы нам досконально понимать, повернуты они или нет, мы еще проверяем, ну, давайте так покажу, щупаем, соответственно, либо этими пальцами, либо вот этими пальцами, как мы удобнее, либо вот этими пальцами, можно двумя руками, да, сразу прощупать, вот этот нащупал, вот этот позвонок чуть вправо сдвинут, вот седьмой чуть вправо сдвинут, и на, он может быть просто подвинут, да, сублюксация, а может быть ротация, тогда он загнется вот так вот, и мы будем чувствовать его боковину, вот они немножко такие, как бы объемные, да, вот боковину мы будем чувствовать, здесь вот такую шишечку сбоку, для этого нам, вот так вот берем, еще и крутим пальчиками, это мы еще проверяем вот такую ротацию, но у человека бывает разная шея, да, у кого-то она там усиленный лордоз, у кого-то плечи повыше стоят, да, у корочной шеи, чтобы нам лучше это все разглядеть, давайте расценим позвоночник вот так вот, чтобы внимательнее посмотреть, для этого предлагаем человеку поставить руки, встань в позу сфинкса, помнишь такое? Здесь важно, чтобы был прямой угол, плечевой костик, стол, да, лучезапясные суставы распрямили, расплющили, чтобы он головой не задевал, потому что чисто, ну, как бы случайно люди там бывают зажимают руки, головой упираются, да, чтобы голова свободно болталась, нам сейчас вот это вот самое интересное. Соответственно, позвоночник у нас раскрылся, да, его так легче прощупать, если у кого-то лопатки сдвинуты, да, бывает так, что аж позвоночник проваливается достаточно глубоко, и сквозь лопатки, сквозь мышечную массу не прощупывается, тогда, предложим человеку, локс еще поставить ближе друг к другу, вот, чтобы он их не сжимал все-таки кулачки, да, предлагаю держаться за стол вот так вот, да, чтобы шея болталась, еще больше у нас открылся вот этот позвонок, чтобы прощупать. И самое интересное, это шейные позвонки. Дело в том, что грудные позвонки, они все закреплены, 12 грудных позвонков, 12 пар ребер, да, то есть они все, как бы, закрепощены. А шея у нас самая мобильная в организме, самая подвижная часть, и, соответственно, как определить, ощупываемый седьмой позвонок или первый грудной позвонок, да, седьмой шея либо первый грудной. Они всегда самые выступающие. Ну, бывает у людей выступает еще шестой позвонок, астистотровка я в данном случае имею в виду, да, и первый, и второй грудной. Бывает четыре позвонка, достаточно широко выступают. Вот, как видите, пятый, четвертый, третий позвонок, они достаточно глубоко находятся, астистотровка, да, мы их иногда даже не сможем прощупать. Вот. Но, чтобы нам понимать, повернут он точно, или он сдвинут, или там произошла сублюксация, да, то лучше сравнивать его, ну, при диагностике, да, с боковыми отростками. То есть мы должны, как бы, в трех метод проекции в голове представлять, потому что при повороте позвонка, да, вот его срез, это тело позвонка, боковые отростки и остистый отросток. Если он ротирован, да, но остался на месте, да, то у него сдвинулся остистый отросток, и мы это ощущаем. Он либо влево, либо вправо ушел, да, по оси. Но, может быть, он повернут и сдвинут при этом вправо, да, то тогда на ощупь оказывается, что остистый отросток на месте, но боковой отросток, мы должны проверить, он будет выпирать, выпирать назад, к сзади, да, движение. Соответственно, если это грудное отдел, то тут будут ребра к нему крепиться, реберная дуга, получается, будет выпирать такой реберный, как бы, холмик получается вдоль позвоночника, но это у тех, у кого сколиоз. При сколиозе я вам скажу, что сколиоз – это фронтальная, из, скажем, позвоночника, да, S-образная. Бывают односторонние, да, здесь позвоночник только в одну сторону, но это редко, чаще S-образный, потому что две стороны, допустим, в другом отделе сюда, в поясничном отделе сюда. Бывает и трехсторонней шеи, еще в другую сторону. То есть, организм сам себя компенсирует, да, если прошло искажение, то он начинает себя выпрямлять таким образом, что, как бы, ему кажется, что все ровно. Выпрямляет ради чего? Ради того, чтобы глаза наши, на гуникулярное зрение, да, они находились на одной горизонтали. Если этого не происходит, то идут, ну, те, у кого сильный сколиоз, да, идут даже искажения на черепе, то есть, меняется череп, значит, человека ползает вниз, другая вверх, ради того, чтобы глаза выровнять. Не будет же человек вот так по самым бокам ходить, да, при искажении вот такого шейного отдела. Так, ну, вернемся к нашим асистом отросткам и боковым отросткам. Соответственно, самые большие боковые отростки, шейные, это у атланта. Мы это можем наблюдать. Видите здесь вот, видно, да, насколько вот он выпирает. Он находится как раз под, ну, с этой стороны покажем, черепной косточкой. Мощелок называется вот ушное отверстие, да, за ухом выступающую косточку. Под ней прощупывается сразу, ну, примерно полсантиметра вниз, так вот, наступаем, и можно нащупать вот этот отросток, да. Дело в том, что атлант, он уникальный позвонок, это первый позвонок шейный, да, который, ну, почему атлант? Это из греческой мифологии атланты, скульптуры такие были, когда такой брутальный мужчина, качок, держит на своих плечах, да, на спине держит земной шар. Ну, здесь как бы имеется в виду, что шар черепа держит вот этот вот позвонок. Он в форме чашечки выглядит, да, и у него нету остистого отростка, сзади, да, а есть боковые отростки. И у него есть отверстие, сквозь которое проходит нижний позвонок, он тоже уникальный, второй позвонок, вот эти два самых уникальных позвонка, они имеют разное, другое строение, в отличие от всех остальных позвонков. Он называется аксис. Почему? Потому что у него есть зуб, который он входит в это отверстие, и, собственно говоря, ну, аксис от слова аксия, вот аксиальная плоскость там, да. Аксия – это ось, то есть он формирует ось, вокруг которой вращается атлант, соответственно, вращает череп, ну, и, соответственно, весь позвоночный столб вокруг этой оси вращается. Есть такая проблемка. Когда слишком глубоко посажен атлант, атлантоаксиальное сочленение сплющено, да, он глубоко на нем сидит, то этот зуб может войти даже в БЗО, большое затылочное отверстие, через которое проходит нервный столб, ну, из нашего натурального канала, помните, я уже затылал, спинной мозг соединяется с черепным мозгом, соединяется через придолговатый мозг, он как раз вот возле этого БЗО находится, и может на него давить, то есть вот этот зуб давит на этот мозг, и, соответственно, у человека возникают головные боли, метеозависимость, хроническая усталость, бессонница, ну, и так далее. И вся, вся куча проблем. Как мы это можем протестировать? Ну, вообще-то, конечно, лучше стоит делать, либо сидя, да? Ну, в данном случае давайте вот так вот. Голова висит свободно, человека попросим полностью расслабиться, выпрямляем позвоночник шейный с грудным отделом, и прямо, стоп-стоп, не напрягайся, не напрягайся, и вертикально давим в позвонок, как бы по оси позвонка вдавливаем туда. Ничего нет, да? Нормально? Да. Ну, вот нормально. Если у человека это произошло, то он почувствует даже головокружение или головную боль при этом. Значит, у нее, в данном случае, нормально. Если фасеточные суставы, фасеточные суставы это вот эти. Вот они видны, где соединяются боковые отростки позвонков. Соответственно, если фасеточный сустав сплющился, да? Сел, ну, это как и любой сустав, вот этот рисовал, да? У него должен быть зазор, по идее, между косточками, да? На рентгене это очень хорошо видно. Если он осел, зазор сплющился, соответственно, все. У человека начался артроз, артрит, и все связаны с этим проблемы. А если оно началось, то, как следствие, будет малоподвижный этот участок, будут туда набираться соли, кальциты скапливаться, и получится остеофиты появится, в конце концов, и растет в спонзилоартроз. Когда кости могут даже срастить с их другом. И позвоночный сегмент, позвоночный сегмент, станет неподвижным. Чтобы этого не допустить, мы... устала. Нормально? Чтобы этого не допустить, мы, естественно, и делаем все вот эти приемы на декомпрессию и растяжение шеи, да? Об этом в следующем видеоролике я покажу, как мы будем вытягивать шею и череп, да? Сейчас мы просто тестируем. Соответственно, проверили позвонки по остичным отросткам. Теперь по боковым отросткам. Вот эта косточка. Чуть-то ступили под ней, с самого старого. Голову подняли. Предупредили человека, чтобы он ее расслабил, сам не шевелился, да? Заводив так аккуратненько. На наклоны. Вперед-назад. На вращение. Мы понимаем, пальчики наши понимают, как расположен этот позвонок. И делаем, куда вылазит. Ну, вот тут я обнаружил, что в этом вот прям чувствуется, да? Чувствуешь? Да. Больно, наверное, да? Вот. Проверяем у человека, спрашиваем, где больные, слева либо справа? В данном случае слева могу предугадать. Правильно? Да. Вот я предугадал, потому что он тут вот выпирает, скорее всего. А справа нормально, да? Следующий позвонок. Ну и вот так вот мы все позвонки проверяем, чтобы нам понимать их проекцию трехмерную, да, вот этих позвонков. Что произошло? В данном случае как раз вот наш скелет прям то же самое формирует, что у девушки. Вот, боковой отросток Атланта сместился в бок по сравнению с вот этим отростком, да? То есть его практически не прощупать. Видите, он почти вровень с боковыми отростками других позвонков. А здесь он выпирает вот прям буквально на расстояние, ну, на сантиметр примерно. Вот примерно то же самое у нее произошло. Соответственно, если он выпирает, то это видно. На рентгене делается так. Фотографируется шея через открыто рот. Вот так вот рентген направляется, да? И там видно, ну, давайте я сейчас еще пооберу, чтоб виднее было, что вот тут, вот это Атлант, вот это Аксис, второй позвонок. Вот тут, видите, он сел плотно. А здесь он аж, даже вот видите, аж выпирает. То есть сустав сдвинулся, сдвиг сустава идет, субликсация. Соответственно, вот с этой стороны будет отрост однозначный. На рентгене это точно будет видно. Так, через постоянное место. Кроме того, если посмотрите, природа так предусмотрена, уникально, что вот эти артерии задние, ну, всего мозг питают четыре артерии. Спереди сонные артерии идут, да? Сзади вот две мощные магистрали артериальные. Артерии как бы продеты в отверстия, как нитка в иголку, да? Каждого позвонка шейного, вот видно, да? И, соответственно, если позвонок повернулся, вот только что здесь, смотри, видите, он ровно идет. Артерия красная. А здесь артерия, смотрите, как повернута. Вот видите, она перерастянута, она сужена. Когда вы делаете там МРТ, например, вам в описании всегда будет указано, что с левой стороны, в данном случае, артерия будет сужена, кровообращение в мозг слабее, артерия поступает меньше, ну, отсюда там все проблемы вплоть до памяти, до потери памяти, слуха и так далее. Все проблемы начинаются с головного мозга в итоге. Ну, вернее, как следствие идут от этого. Поэтому наша задача раскрепостить, поставить позвонок на место, да? Это сейчас мы будем делать. Второй позвонок тоже может быть повернут. Он тоже, как правило, они в связке идут, либо вместе поворачиваются, в одну сторону вместе, да? Либо в разные стороны. Атланты и второй позвонок Аксис. Он тоже передавливает, соответственно, вот эту артерию. Но, как я вам говорил, эти два позвонка уникальны. Отличаются всех позвонков тем, что у второго позвонка, если у Аксиса вообще нет, то у второго он раздвоенный. И этим мы можем ошибиться. То есть, за счет того, что он повернулся, но при этом еще сдвинулся, и мы щупаем здесь сзади, да? Нам кажется, что он на месте. А на самом деле у него еще второй лучик такой, да? Он нашел когда-то вбок. Поэтому обязательно мы проверяем его за боковые отростки, чтобы точно понимать. Вот у нее, в данном случае, я чувствую, что второй чуть-чуть вправо сдвинулся, а Атлант чуть-чуть влево. Ну, по поводу смещенного Атланта, мы все, в принципе, ну, никак не все, но большинство людей ходят со свернутым Атлантом, и к этому как-то привыкают, как-то уживаются. Это было давно, там, может быть, травма, может, еще чего-то. И вот живут всю жизнь, как бы, не чувствуют этого. Чаще бывает и во время рождения. Когда ребенка достает из утробы матери, его поворачивают за голову, да? По спирали, получается, вытаскивают. Ну, там, вообще, сами руками, это уже не важно. И в этот момент идет поворот Атланта. Череп вокруг Атланта поворачивается. И, соответственно, так ребенок и лежит в кроватке, в пеленках, да? Плотно закотанный. Так он и вырастает, и у него вот эта вот погрешность, слабое кровообращение мозга остается на всю жизнь, он даже про это и не думает, и не знает, пока вот не пройдет проверку, да, либо не попадет на рентген. Конечно, ну, вот мы говорили, обсуждали, что тем детям, которые через кесово сечения вытащены, да, спереди, тем, как бы, таких проблем с позвонком нету, да? Ну, зато другие могут быть проблемы, потому что природой предусмотрены родовые каналы, через которые человек должен пройти. Это определенная, так скажем, шепотерапия, которая полезно сказывается на его нервной системе. Ну, там все остальное тоже с этим связано и с пуповиной, то, что ее надо не сразу вблизать. Ну, мы сейчас про это не будем говорить. Вернемся теперь к шейным позвонкам. Так, прощупали, осознали теперь, как они расположены, да? Теперь нам что нужно делать? Как нам сообразить, в какую сторону повернуть? Вообще все приемы делаются, как маркируются позвонки, да, вот сверху, да? С1, С7, грудные Д1, Д12, ну, и так далее, да? Они все ставятся желательно, тоже сверху вниз, до поясницы. Ну, иногда бывает, если вы только поясницу правите, да, то можно снизу вверх сделать. Ну, и вообще, в принципе, поворот атланта, он влияет на поворот нижнего отдела позвонков, нижнего отдела поясничного. Я вам говорил уже, да, что компенсационный орган себе исправляет, но это может быть не как сколиоз, где весь позвонок пошел в С-образной форме, да, а только по одному позвонку. Если скажу вам где-то о том позвонок в шее, обязательно будет в противоположную сторону повернуть позвонок в поясничной области, да? То есть обязательно, когда мы делаем мануальную терапию, обязательно правим и здесь, и здесь, как минимум в двух местах. Ну, а дальше уже проверяем все, что там посередине находится. Так, значит, если нижние позвонки, например, седьмой, править достаточно легко, соответственно, мы в него упираемся, да, с поворотом головы, мы его в противоположную сторону вправляем, вот туда. Я сейчас не правил, я просто продемонстрировал. Править будем в том положении, когда у нас тело закреплено. Если помните, у нас есть обязательные условия, да, мануальная терапия делается, значит, просто запомните, без сквозняков, без лишних звуков, да, если музыка громко играет, мы выключаем через тряпочку, ну, либо салфеточку, там, да, полотенечко, чтобы руки не скользили ни в коем случае. После разогрева, то есть мышцы должны быть разогреты, размягчены, да, на выдохе, то есть при этом мы всегда человека предупреждаем, выдохи, быстро выдохи, в момент манипуляции непосредственно, да, не скользим, то есть даже через полотенце ни в коем случае, чтобы у нас на срыв не прошла рука. Только на расслабление, то есть человек должен быть расслаблен, особенно если с шеей, вот, просто особенно, запомните, если с шеей работаете, у него шея должна быть настолько расслаблена, что она прямо, вот, знаете, вот, как ватная, как будто бы, как будто бы не его голова и шея, да, как будто бы, вот, ну, как сказать, как у китайского болванщика такая, или у собачки, да, вот, болтается в машинах, да, иногда голова. Если человек, вы чувствуете, что он начинает напрягаться, да, сопротивляется вашим движениям, то ни в коем случае не продолжаем. Значит, либо вы не доделали, не размягчили, размягчаем дальше, да, массируем, либо переносим на следующий сеанс. Не доделываем до конца. Лучше не на 100% сделать, а на 70% сделать вашу терапию, да, но не навредить. И, соответственно, G пункт – это тело должно быть закреплено. В таком положении, как мы видим, все-таки оно немножко болтается, да, шея болтается. Здесь мы можем действовать только за счет крепления, как бы, вот у нас костяк получился через плечи в стол, на вот грудной отдел, да, продавливаем его. Шею, смотрите, если нам надо будет субликсацию, ой, ну, субликсацию – это сдвиг, да, поправить, то мы делаем через боковой поворот. Уперлись и повернули. Но, видите, нет упора, не получится. Либо вы тогда своей ногой сделаете упор. Это получилось с той стороны. Корпусом прижали, да, расслабили, расслабили. Нет, ты сама расслабила. И вот таким способом поставили. Ну, опять же говорю, это не та поза, чтобы править лучше сидя, либо стоя. Но можно повернуть поворот. Это ротация. Если ног повернут, да, мы вот так вот еще проверили, то делаем вот таким способом. Опять уперлись сюда, голову на бок, кладем на свои предплечья, вот так мягенько. Вот с той стороны, покажи. Вот мягенько, мягенько лежит. Теперь расслабляем так, чтобы она вот висела. Вот расслабляем, она падает, падает. И подкидываем ее на свою руку. То есть рычаг, видишь, и шея делаем рычаг. И когда дошли до момента, то можно крутануть. Все, отпускай, расслабляйся. Нормально? Да. То есть крутанули, и получается у нас шея была с черепом, рычагом для вот этого позвонка. Либо первый грудной, либо седьмой шейный. Как я вам говорил уже, руки у нас идут всегда друг против друга. Рычаги у нас идут напротив. Всегда ладони работают. И локти тоже в противоположную сторону. Соответственно, как проверить грудной, это позвонок или седьмой шейный? Как я вам уже говорил, грудной позвонок ребрами закрепощен. А седьмой и шестой шей на позвонке, они будут подвижны. То есть мы накладываем на них пальчики наши, да? Вот допустим, я щупаю второй грудной, первый грудной и седьмой шейный. И расставь голову на наклоны проверяю их подвижность. Вот весь немножко перепутал, кажется, седьмой выше. Вот он. На качание, кивание. Вот так вот он уходит внутрь, чтобы проваливать. Вот так вот он выпирает еще больше. И на повороты. Вот он начинает туда-сюда поворачиваться. Подвижность хорошая. Вот сейчас он уже на месте. Так, ну вот такие тесты мы проделываем, да? Чтобы самим понимать, что мы делаем и для чего мы делаем. Все, он может ложиться. Если вы нас смотрите, то зря вы это делаете. Не просто смотрите, а лучше пробуйте на практике, но не самостоятельно. Только через учитель, только через тренинг, да? Вот мы находимся в Академии Телесоретированных практик. И здесь вас всему научат, поставят вам руки. Мы все отрабатываем на живой натуре. У нас только практика, практика и практика. И, как говорится, с понедельника вы будете готовым профессионалом, запущенным в жизнь, в работу. Так что мы с вами не прощаемся. Вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы продолжим дальше на живой натуре отрабатывать приемы непосредственно постановки шейных позвонков. До новых встреч, дорогие друзья!